слава богу приветствую друзья с любовью к вам владимир дзюба пусть бог каждого благословит знаете я уже неоднократно говорил об нашем духовном бодрствовании мне кажется от это одна из причин почему сегодня бог хранит и нас и дает нам возможность служить потому что пока мы бодрствуем пока мы стоим в той позиции который бог определил для каждого из нас я думаю мы можем ожидать для себя большое благословение и бог желает нас благословить знаете я поделюсь сегодня одним местом писанием и поделюсь одним духовным переживанием которое было у меня в определенное время это было такое ключевое время моего поиска бога и я задавался вопросом а почему так а почему именно вот так а что необходимо делать и бог мне ночью показал сновидение которое очень часто для меня служит таким подспорьем в том чтобы несмотря ни на что продолжать бодрствовать и продолжать ожидать от бога потому что в разные времена у нас разное душевное состояние вот разное душевное состояние есть душа время когда душа она открыта и она жаждет бога есть момент когда душа наоборот наверно закрывается и в позиции в такой позиции почему почему это происходит почему именно это со мной и я неоднократно говорил что старайтесь избегать таких позиции вопрос вопроса претензий избегайте почему потому что эта эмоция то что она делает она я заметил даже со своего опыта то что она делает она отравляет душу она делает ее негативно знаете как такой злорадной ядовитой и важно избегать этого и важно избегать понимая то что вот именно такой эмоции претензий а важно быть всегда открытым для бога вот открытым для бога всегда ожидать господь я знаю если даже что-то допущено тобой в мою жизнь я верю что достаточно благодати для меня чтобы все это пройти и все это преодолеть причем 8 глава 3 4 стих блажен человек который слушает меня бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей у дверей моих притча 8 глава 34 стих здесь вот как раз хорошо описано 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 состояние человеческой души и вот автор этих стихов он говорит блажен блажен человек который слушает меня бодрствуя каждый день у ворот моих человек который в состоянии ожидания я ожидаю от тебя господь потому что есть вещи которые мы отчасти отчасти знаем бог дал нам направление в нашей жизни открыв нам спасение открыл на допустим наше служение открыв нам определенное действие которое он ожидает от нас на какой-то период времени но я то что я вижу что время она меняется и в в этих временах и меняется точно так же и наши и наше действие которое бог ожидает от нас и для того чтобы иметь понимание то что бог ожидает от меня очень важно очень важно получить это непосредственно от самого господа знаете можно по-разному реагировать в разные времена вот допустим я возьму последнее время когда в украину пришла война это новое такое время и многие люди познать поступали так как будто ну как поступали так как они видели как обстоятельства их заставляла и где-то даже внутри самого себя я помню я сделал такой шаг где-то как делать какую-то так классификацию и определение до к одного момента пока бог меня не остановил почему потому что мы никогда не знаем промысел бога и как бог будет желать двигаться в наш нашей жизни и у как он будет нас вести каждого из нас на вести и очень опасно в этой ситуации пуститься в какой-то знаете как осуждение кого-то мы не знаем мы можем разобрать любую ситуацию в библии люди которые в людей у жизни людей которых происходило изменения он допустим возьмем первых учеников которых бог призывал на служение помните как как он призвал петра и в он пришел его жизнь и он горит все следуй за мной я сделаю тебя ловцом человека мы на эту ситуацию мы смотрим уже глазами верующих человек понимаем о да это так произошло в жизни у человека бог ему бог иисус пришел он сказал им и вот они сделали а теперь посмотрите на эту ситуацию вы человек который находится рядом вот приходит какой-то человек и говорит следуй за мной и тут оставляет все и он начинает следовать за ним ваша реакция как бы вы отреагировали на поступок петра как бы отреагировали кто-то сказал бы о петр петр что с собой происходит куда ты пошел когда куда ты собрался или допустим взять авраама тоже герой персонаж которого бог призвал выходи и следуй сегодня мы смотрим на эту ситуацию мы смогу например вот бог авраам был послушен богу он верой сделал этот шаг мы смотрим как на герой а теперь давайте мы посмотрим на город в котором он находился он был успешный человек жил находился потом какой-то момент срывается и начинает куда-то уходить и море авраам куда ты идешь а бог не сказал идти а куда адрес направление сказал и и иди вот как выглядит и я понимаю что многие могли бы осудить авраама осудить петра осудить других людей любому можно осудить не понимали допустим взять давида муж по сердцу бога как в его жизни происходило водительство бога момент когда он выступает против голиафа второй момент когда он убегает от саула сау давид что это ты какой-то непостоянный у тебя что веры не хватает или когда его привели девскому царю он вообще пустил слюну по бороде как-то не выглядит может очень сильно духовно и множество множество разных таких примеров которых которых мы можем увидеть и по-разному отреагировать на это своему своем понимании или как вот почему никогда не стоит торопиться делать знаете как поспешных шагов потому что вы не знаете как в жизни она повернется как вас как бог будет вести вот почему мне кажется что любовь она всегда сострадает то есть она всегда приходит к пониманию людей она всегда приходит к пониманию каких-то поступков каких-то действий в жизни жизни людей и вот здесь вот важно чтобы понимание было основано там не на своем каком-то знании или да на своем каком-то убеждении или на своем каком-то эмоциональном подъеме ты на кого-то посмотрел а ты слаб да да потому что ты сегодня чувствуешь такой подъем своих в своей душе а ты там маловер там или нет есть необходимость остановиться иди остановиться это знаете как мудро остановиться возле ворот божьих ожидая того что бог скажет непосредственно в этой ситуации в мою жизнь если это по милости божьей и по любви божьей бог может поговорить в чью-то здесь очень важно иметь четкое понимание руководства от самого бога потому что я могу сказать не всегда мы можем понимать промысел божий не всегда мы можем понимать действия бога в чьей-то жизни для меня для меня на сегодняшний момент важно это то чтобы человек он остался вере он остался со христом да потому что сегодня легко люди будут классифицировать людей ты не такой ты вот такой ты вот такой а я вот герой и есть такие сама праведные герои которые возвели себя в какую-то точку такого героизма чувствует дайте мне чей-то памятник забрали дайте мне его постамент чтобы я на этом постаменте постоял и почувствовал себя таким значимым и и весомым но дорогой никто не знает а что будет через какой-то период времени и как с тобой бог будет поступать и как бог будет тебя вести в твоей жизни или куда будет направлять тебя бог в твоей жизни потому что я верю бог знает каждого из нас бог знает каждого из нас нашей слабости бог знает каждого из нас и очень легко он может пользоваться нашими эмоциями включая даже из страх и еще какую-то ответственность для того чтобы вести нас там где он нас желает видеть и вот поделюсь наконец одним таким переживанием которое было у меня это был сон и во сне большая группа людей я смотрел по сторонах я видел многие знакомые лица стояли на площади перед огромной такой стеной и внутреннее такое чувство было что за этой стеной что-то происходит такое значимое потому что все ожидали что что-то произойдет и мы будем видеть и понимать что происходит за этой за этой стеной и мы стояли долгое время и через какое-то время я начал смотреть по сторонам я начал видеть как многие люди начали уходить расходиться все ничего не будет все мы уходим а внутри меня какой-то стоит жди стой жди и уже через какой-то отрезок времени людей становилось меньше на площади и я увидел как ангелы они спустились эта стена каменная такая крепостная стена она раздвинулась она раскрылась она раздвинулась она раскрылась и то что я увидел множество множество золотых слитков которые были сложены ровными рядами которым не было никакого конца не было конца я задал внутри такой вопрос что это и я услышал для себя каждый слиток это божье обетование которое должно обогатить народ божий и и после когда я проснулся я понял есть необходимость в любые любые времена стоять до конца отстой до конца почему потому что придет приходит время когда бог будет обогащать и благословлять свой народ свежим откровением свежим пониманием который непосредственно принадлежит этому принадлежит нам и вот знаете как я могу сказать что наша жизнь она от славы в славу от веры в веру мы проходим эти отрезки времени понимая то что в какой-то момент бог начинает нас благословлять своей новизной и я верю что мы сегодня как народ божий мы стоим перед этим в это время перед этим моментом когда бог будет благословлять вот будет благословлять свой народ этой свежестью и этой новизной которая есть у него сегодня для каждого из нас поэтому пусть бог каждого благословит и даст силы знаете как стоять и бодрствовать вот стоять до самого победного конца особенно те люди которые ревнуют по бой по богу и по его откровению я понимаю что может тот кто меня служит слушает для кого-то у кого-то есть свое какое-то религиозное понимание из и подход ко всему ну оставайтесь своем а мы благословляем вас идем дальше с любовью владимир дзюба аминь